Возраст – это только дата в паспорте. Реальную молодость и активность во многом человек создает себе сам. Способов много. Один из них – скандинавская ходьба. Этот вид спорта называют по-разному – финская, шведская, норвежская. Но суть от этого не меняется. Ее поклонники, вооружившись специальными палками, преодолевают приличное расстояние в любой местности. Накануне экипированные по погоде с палками в руках активные и улыбчивые представители старшего поколения приняли участие в областном слете по скандинавской ходьбе. «Не шагу назад, не шагу на месте, а только вперед и только вместе!» «Традиционно уже стало для нашей системы мероприятие – это соревнование по скандинавской ходьбе людей старшего поколения. Это у нас уже не первое такое мероприятие. Мы уже проводим ежегодно, уже стало, как я сказал, традицией у нас. Ну и я считаю, что вот мы сегодня видим, что в этом нашем мероприятии достаточно много желающих, оно набирает обороты. Я думаю, что будущее именно за таким вот соревнованием. Почему? Потому что оно не то, что укрепляет здоровье, но оно еще и сплачивает все коллективы, которые у нас живут в регионах нашей области». Брест и Барановичи, Иваново и Пружаны, Каменницы Дрогичин, Береза и Ивацевичи. Все эти города объединил не только слет, но и желание людей бархатного возраста быть спортивными, активными и еще более красивыми. Так, женщины, предпочитающие ходьбу с палками, утверждают, что скандинавская ходьба – это отличный фитнес для любого возраста в любое время года. Тот, кто занимается ей, давно заметили реальные изменения в своем организме. Они стали стройнее, активнее. Появилась легкость и уверенность в себе. «Работа у меня была такая, что я сидела за компьютерами, я конструктор. Когда я ушла на пенсию, я поняла, что мне нужна двигательная активность. И я пришла в институт и сказала, изъявила желание заниматься этим видом спорта. Это не тяжело, но я всем предлагаю приходить, самим не начинать, потому что обязательно нужно пройти занятия, пять занятий с инструктором. А тогда уже можно или ходить в команде, или уходить в свободное плавание». «Это очень важно, что именно сегодня мы встречаемся с Каменецким территориальным центром, с ходоками Березовского района, Иваново, Пинска, Барановичи. Мы встречаемся уже как родные люди. Мы уже обнимаемся, мы знаем друг друга в лицо, потому что в основном ходят уже одни и те же. Поэтому этот слет – это еще и возможность увидеться. И в этом году мы не могли не прийти в Брестскую крепость, потому что 80 лет освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков – это очень значимо для нашего региона. И память, которую мы несем от наших отцов, от наших дедов, и мы хотим передать нашим внукам». Приверженцы здорового образа жизни, любители скандинавской ходьбы, по завершению слета лучшие волонтеры были награждены благодарностями за большой личный вклад в развитие данного вида спорта, а члены команды – дипломами участников. Я хочу еще раз... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!